Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Как думаете, как быть, если я не нравлюсь родителям мужа? Ну, вы и не должны им нравиться достаточно от того, как вы взаимодействуете со своим мужем. И если у вас хорошие отношения с мужем, то то, что вы не нравитесь родителям, не имеет никакого значения. И вообще, я думаю, что сам факт вашего вопроса свидетельствует о том, что у вас есть определенные трудности в личных границах, и, соответственно, с ними нужно работать. Отделяя себя от родителей и отделяя свои отношения с мужем от родителей. При этом, да, для этого необходимо на что-то опираться, само собой, вот этой опоры у вас и нет. И именно ее нужно взрослеть. Дальше. Сама понимаешь, что вы виноваты в этом только я сама. Ведь я плохо себя веду. Плакала, кричала, высказывала мысли о нежелании жить. Ну, во-первых, то, что вы себя конкретно вините, говорит сразу о нескольких вещах. Первое, то, что вы боитесь потерять что-то важное. Что это? Это страх быть брошенным. Страх быть брошенным идет из детства. Работать нужно именно с этим. Но не с детства, а с тем опытом, с теми переживаниями, которые есть у вас прямо сейчас. Это, например, обесценивание себя. Это, например, мысли, что вы сами не справитесь без мужа. Это, например, связывание своей ценности с нахождением в отношениях с мужем, с семьей и так далее. Что касается второго момента, то чувство вины – это агрессия. Это агрессия. Ну, если вы чувствуете, что вы виноваты, вы можете извиниться. Извиниться перед родителями мужа и попросить прощения. Если это не помогает, чувство вины остается, значит, речь идет об агрессии, которую вы подавляете. Вы подавляете в себе, и она перенаправляется вот в виде чувства вины уже на вас саму. Дальше. Плакала, кричала – от чего нежелание жить? А это ваша собственная проблематика? Это ваш собственный кризис, противоречие? Или это как-то связано с тем, как вы живете? Боюсь, что муж меня бросит. И что будет, если он вас бросит? Каких последствий вы боитесь? С чем они для вас так страшны? Да, он меня любит и я ему нужна, но уважение к родителям тоже никто не отменял. Понимаете, любовь и нужность – это разные вещи. Если человек любит кого-то, это не означает, что тот, кого он любит, ему нужен. Я думаю, что вы хотите, чтобы вы были нужным мужем, чтобы он вас не бросил. Это, на самом деле, не очень хорошая история в отношениях. Выстраивание отношений на нужности не приведет ни к чему хорошему, кроме зависимости, ссорам и конфликтам. Дальше. Уважение к родителям тоже никто не отменял. Что есть уважение к родителям? Ну, то есть, уважение к людям просто потому, что они родители? Это странно. Мне кажется, если есть уважение, то не к родителям, а к личности. Вы спросите, почему я так себя веду, потому что свекровь меня обижает. То есть, вы плакали, кричали и говорили о нежелании жить из-за того, что вас обижает свекровь? А чем вас так задевают ее слова? Как именно вас это обижает? Ведь обида, это точно так же состоящая из нескольких историй моментов. Первое. Это ожидание. Вы чего-то ждете от свекрови. В основе того, что вы ждете, лежат ваши потребности. В то же время, вас это задевает. То есть, запрагивает больное на место, по которому вы сами, как будто бы, не определились еще. Мне кажется, она даже сама не слышит себя со стороны, что ее слова могут быть обидны. Вот, вы ждете, что человек будет относиться к вам определенным образом. Вы хотите этого. Вопрос в том, что за желание лежит в основе, и как вы его реализуете. Например, я старый, ленивый, или что у меня характер мужской, надо, чтобы был женский, и свекровь живет в другом городе. Моя мама в другом районе, а причем без вашей мамы, не очень понял. То есть, по поводу того, что вы старый, ленивый, или что у вас мужской характер, надо бы женский. Ну, тут, опять же, вопрос заключается в том, ведете ли вы себя с вами так, как вам хочется. Мне 33 года, а какое-то имеет значение, столько же мужу, тоже какое значение это имеет. Сенаты 2 года, это какое значение имеет. Как думаете, как правильно реагировать на высказывание свекрови? Вы уже как-то реагируете. Нужно увидеть, как именно. И максимально оптимизировать это. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.